Лутбокс, 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 я голубой. Вы тоже заметили, что в какой-то момент в истории слово лутбокс начало использоваться как дико зашкварное, просто вот для того, чтобы привлечь внимание и назвать кого-то петухом, да, то есть раньше говорили ты пидор, а теперь говорят ты лутбокс или что-то в этом роде. Причем даже не столько понятия, сколько само слово. Это в том плане, что его буквально используют все новостные аутлеты, все ютуберы, все, кто только могут, чисто для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, да, а потом уже начать объяснять детали, и главное это сказать слово лутбокс, и сразу все становится понятно. Потому что по факту оно стало уже не столько обозначать коробку, в которой могут попасться рандомные предметы в игре, сколько обозначать само понятие жадности видеоигровых издателей пидоров говна, таких вот как мистер электроник артс, мистер активижн, там мистер конами и так далее и тому подобное, кого вы только можете вспомнить. Но прикол-то в чем, за последние несколько лет практически все, ну как практически все студии, наверное, да, можно так сказать, они потихоньку начали от них отказываться уже не столько из-за того, что они не приносят прибыли, они приносят ее, причем очень даже неплохо. Они начали отказываться чисто из-за катастрофически негативной репутации, которая с этим понятием связана. Началось все за здравие, ну если за здравие можно считать буквально вот начальную стадию азартных игр в видеоиграх, которые можно продавать детям, причем абсолютно законно. Самое такое первое проявление, вот очень яркое, такое очень явное, не обязательно самое первое просто в истории, но просто вот самое яркое, которое начало тренд. Это, конечно, Overwatch, который нормализовал лутбоксы, который сделал их чем-то нормальным, чем-то хорошим, чем-то не зашкварным на тот момент, вот когда он еще вышел. Соответственно, есть коробочка, в которую попадаются рандомные предметы из игры, которые можно, а может быть и нельзя, но иногда можно, но не совсем можно всегда, купить в игре за какую-то внутриигровую валюту. Но, как правило, напрямую их получить очень сложно, поэтому человек, игрок, он как бы склонен к тому, чтобы купить лутбокс и надеяться на то, что у него появится шанс получить вот тот один конкретный предмет, один конкретный скин на пушку или там еще на что-нибудь, который он хочет. Еще раз напоминаю, лутбоксы появились сильно раньше, чем появился Overwatch. Я помню, когда я еще в Доту, по-моему, играл, где-то на вот ее начальных стадиях, там много лет назад там тоже были лутбоксы. Сейчас я не знаю, есть они там или нет, но вот тогда в начале они были, и делалось это так. Опять же, в самом-самом начале, когда оно только вышло, что ты за каждый уровень профиля получал, по-моему, один лутбокс, и ты мог покупать ключи, по-моему, к тому, чтобы их открывать. Тогда на это просто никто особо не обращал внимания, потому что это не была такая популярная практика, а вот именно Overwatch эту практику популяризировал настолько, что ей начали пользоваться все, кому не лень. С течением времени пресса мейнстримная, ютуберская, какая угодно, начала на это дело обращать внимание. Поначалу, конечно, прогрессивная ютуберская, такие, как ребята, как Джим Стерлинг, например, которые называли эти вещи, ну, тем, чем они являются, то есть азартными играми, которые можно законно продавать детям, но поначалу на это никто не обращал внимания, хотя тревогу трубили много кто, но тем не менее. И потом, уже спустя там один-два года, начала подключаться мейнстримная пресса, которая заметила, что нет, эта тема все-таки достойна внимания. Начала писать соответствующие статьи, дошло в некоторых странах до судебных разбирательств буквально, когда уже, ну, законодательные службы немножко так увлеклись этой темой. В странах типа Китая или Бельгии, например, как в одном из моих недавних видео рассказывал, лутбоксы буквально запретили, то есть буквально признали их азартными играми и запретили по законодательству государства. Ну и да, на ранний момент слово лутбокс является дичайше зашкварным, и как только человек его слышит, в него уже моментально появляются исключительно негативные ассоциации. Дошло, по-моему, уже до того, благодаря вот как раз нормальным новостным сайтам, да, которые вот для 95% аудитории работают, а не тех пяти, которые на ютубе сидят и там отзывы читают, благодаря этому уже даже вот у этой вот нормальной аудитории начала появляться такая вот заложка в голове, что нет, лутбоксы плохо. Если ты слышишь слово лутбокс, наверное, нужно обходить это дело стороной, ну или хотя бы пытаться. Ну и, соответственно, многие ААА видеоигровые компании из-за вот этой вот негативной реакции со стороны покупателей предсказываемой, они начали потихоньку отказываться от практики лутбоксов. Они начали уходить больше в сторону чего-нибудь более мейнстримного, чего-нибудь менее зашкварного. Ну вот, например, Battle Pass сейчас это довольно активная такая штука, которая иногда может стоить чуть ли не как самая базовая игра и давать там всякие плюшки, там доступы, короче говоря, всякие разные вещи. Тоже, тоже неплохая система монетизации, работает неплохо. Некоторые напрямую продают какие-то предметы и, соответственно говоря, да, ну в некоторых играх лутбоксы все еще остаются, таких как, например, Apex Legends, где лутбоксы действительно есть, они там действительно находятся. Но у Apex Legends есть некоторые преимущества в этом плане. Во-первых, сама игра бесплатная, а во-вторых, она хорошая. И, соответственно, лутбоксы там, как система монетизации, гораздо удобнее сидят, чем в чем-нибудь вроде Call of Duty Black Ops 4, которые базовая игра стоит 60 долларов, и потом еще Battle Pass стоит 50 долларов, и потом ты еще можешь тратить реальные деньги на скины, которые ты можешь напрямую покупать, такие замечательные, хорошие и очень интересные вещи, которые будут выделять тебя на фоне твоих соотечественников-игроков. Такие вещи, как, например, красный кружок на твою пушку за 1 доллар, или, например, фиолетовый смайлик-кружок на твою пушку за 2 доллара. Пожалуйста, заплати нам денег, братишка, что тебе жалко, в конце концов, Бобби котику жрать нечего. Но! Это же Мистер Активижн любит деньги. Вы могли об этом не подозревать, но Мистер Активижн и Бобби котик особенно любят деньги. Вы смотрите в лицо Бобби котика, и вы не верите, что этот человек настолько сильно любит деньги, что он будет использовать уже дико зашкварную во всей остальной индустрии практику, для того, чтобы просто заработать, возможно, лишнюю копейку, потому что ему похуй вообще на слово репутация. Вы смотрите на эти замечательные красные рожки и думаете, это же добрый человек. Это же добрый человек. Когда у него на плече сидит ангел и демон, он слушает ангела, он ангела слушает, он не слушает демон. И, естественно, никто не мог подозревать, что в Black Ops 4 с новым дополнением The Grand Heist введут лутбоксы. Какое символичное название, это великое ограбление, такое большое ограбление. Мне интересно, к чему оно отсылает, к сюжетному контенту или к людям, которые купят это. Перед тем, как вы скажете, что в предыдущем Call of Duty тоже были лутбоксы, и это каким-то образом означает, что это нормально делать и в следующей игре в году, когда все уже вокруг считают лутбоксы за шкваром, и только Mr. Activision продолжает настолько сильно настаивать на них при всей остальной монетизации своих игр, как вот она есть. Нет, нет, это так не работает. Нет, понимаете, тренды меняются, тренды меняются, да, и как бы вот понятие тоже. Поэтому если там раньше были лутбоксы в Call of Duty про Вторую мировую войну, это не значит, что в новом Black Ops 4 тоже они имеют полное право быть, тем более, когда мы говорим о практике, когда они там в самом начале, их там нет, потому что тогда пресса бы написала об этом, поэтому они сначала их оттуда убрали, чтобы пресса сказала, что в этот раз там лутбоксов не будет, и все бы возрадовались, а потом они их туда вставили, потому что теперь пресса про них уже не напишет, да, то есть это явный обман, блядь. Вот как жаль, что Сталин-то не знал, что, оказывается, можно во время боевых действий просто позвать Supply Drop и получить боевое преимущество, за донат, я имею в виду, тогда пришлось бы заваливать нацистскую Германию не горами трупов СССР и героев, а только маленькими горками, такими, знаете, небольшими, мягенькими, маленькими, потому что донат помогает. Что же такого особенного в лутбоксах Black Ops 4? Ну, с первого взгляда вроде ничего особенного, да, то есть там могут рандомно попасться скины, доступные в игре, многие из которых можно купить напрямую, заплатив за внутриигровую валюту, но, естественно, есть подвох, понимаете, почему? Но лутбоксы — это вещь, которая не просто так апеллирует к любителям азартных игр. Что такое азартная игра вообще, да? Это игра, в которой ты потенциально можешь выиграть какой-то большой куш, да, заполучить что-то очень такое хорошее. Как правило, мы ассоциируем это с деньгами, да, то есть ты играешь в азартную игру типа рулетки, и у тебя есть шанс выиграть большое количество денег, да, больше, чем у многих других людей есть. В видеоигре с этим сложнее, потому что там, ну, на реальные деньги все-таки как-то не принято играть, потому что тогда это точно уже на законодательном уровне посчитают азартными играми и немножко запретят. Поэтому им приходится апеллировать с немного другим вещам. Соответственно, в лутбоксах ты выигрываешь скины. Если в игре в то же время, как есть лутбоксы, можно купить скины за реальные деньги, то какой смысл тогда покупать лутбоксы? Если тебе нравится какой-то один конкретный скин, или там два, и ты хочешь получить их, то зачем тогда тебе покупать лутбоксы, в которых они могут попасться, вместо того, чтобы заплатить за них напрямую? Ведь второй вариант звучит гораздо выгоднее. Дело в том, что в видеоигре Black Ops 4 есть сезоны, в которых вот эти вот скины меняются. Ну, по ассоциации вы можете думать об этом как об ивентах в Овервотче, когда проходит ивент типа китайского Нового Года, или обычного Нового Года, или там, не знаю, Хэллоуин, или что-нибудь такого. И вот в этот момент этого ивента доступны особенные скины, которые в течение всего остального года, вплоть до следующего такого ивента, нельзя будет купить за внутриигровую валюту. И ты, в принципе, физически не можешь их получить, пока этот ивент не наступит в следующем году. Получается такая небольшая эксклюзивность. В Black Ops 4 есть такая штука, как сезоны, когда какие-то скины, которые были доступны в предыдущем сезоне, становятся не наступны в следующем сезоне. Ты не можешь больше купить их напрямую. И если так выйдет, что вот в предыдущем сезоне, в который ты просто не успел, был какой-то скин, который ты хотел, ну все, ты больше не можешь его получить. Казалось бы. Казалось бы. Но Бобби Котик очень щедрый и очень добрый человек. Поэтому он говорит, игрок, если ты хочешь получить какой-нибудь старый скин в Black Ops 4, тебе больше не нужно переживать, что ты не сможешь этого физически делать. Тебе больше не нужно переживать об этом. Потому что ты можешь теперь купить этот скин через лутбокс. Потому что в лутбоксах Black Ops 4, которые ввели в дополнение The Grand Heist, теперь могут попадаться скины из старых сезонов, которые больше невозможно купить за реальные деньги напрямую. Теперь ты можешь получить их через лутбокс. Теперь ты, именно ты, вот ты человек, который, возможно, имеет вот этот вот майндсет, что ты любишь просто собирать все вещи в игре, которые доступны. Или тебе хочется какой-то один конкретный скин получить, который ты больше получить не можешь. Или ты просто ребенок, у которого нет понятия того, как сложно добывать деньги, но он просто хочет предметы в игре, ты можешь теперь украсть у своего батя кредитную карточку и покупать лутбоксы. И получить шанс, чтобы из них что-то выпало, то, что будет тем, что ты хочешь, но скорее всего нет, потому что это ебаный лутбокс, из них никогда не выпадет то, чего ты хочешь, сука. Мистер Активижн до сих пор остается по факту единственной компанией. Он буквально обогнал в этом плане Electronic Arts, хотя ведь именно у Electronic Arts до какого-то момента была репутация самой худшей, самой худшей компании для работы в Америке вообще. По какой-то там статистике, по-моему, Активижн их уже перегнал в этом плане. Он должен был, я, по крайней мере, не слышал официальных каких-то заявлений в этом плане, но тем не менее, посмотрите, он последний, кто в открытую настолько жадно, настолько явно придерживается самых зашкварных индустрийных практик. Опять же, да, у Electronic Arts есть Apex Legends, но Apex Legends, во-первых, бесплатный, как игра, ты можешь просто скачать и играть в нее, что я, например, делаю в последнее время, я, наконец, даже получил там это гранд-чемпиона, все, больше можно, в принципе, не играть и достиг всего, чего хотел. Но Black Ops 4 это игра, которая стоит 60 долларов за базовую игру, потом еще 50 долларов за батл пасс, потом еще ты можешь тратить на скины реальные деньги, и теперь ты можешь еще и лутбоксы купить, потому что Бобби Котику похуй, сука, ему насрать на репутацию, Бобби Котик знает, что с ним ничего не случится, несмотря на эту петицию, которая там требует его уволить и все эти сраные хэштеги. Он делает то, что удовлетворяет инвесторов, и поэтому инвесторы оставят его на месте. А когда компания навернется, а с ее текущим ростом она в какой-то момент навернется определенно, Бобби Котик просто раскроет свой золотой парашют и улетит в голубые дали, приземлится на свою яхту, сделанную из женщины-героины, и будет нюхать героин и лапать женщин, и, возможно, не только лапать, и жить в свое удовольствие, потому что он зарабатывает там 300 миллионов. В месяц, в месяц или в год, извините. И о чем ему еще нужно думать? Лутбоксы, пацаны, нужно как можно больше монетизировать сраный Black Ops, потому что если мы этого не сделаем сейчас, то инвесторы будут недовольны немножко раньше. Надо все-таки выжать последние копейки из наших видеоигр, ничего, причем, как они говорили на финансовом отчете, ничего интересного особо в этом году не готовится, кроме там Black Ops на мобилку, и как бы все. То есть даже World of Warcraft классику и Warcraft 3 Reforge, они не считают за крупные релизы. Мистер Близзард потерял 800 человек в этом году, потому что, ну, буквально на прошлой неделе, потому что, потому что нужно чуть-чуть больше денег заработать. Короче говоря, все в полной жопе, и всем пизда. Окей, Activision идет нахуй, Бобби котик идет нахуй, и зачем еще вспоминать плохие вещи, когда и так все о них помнят. Ближайшую неделю, я надеюсь, еще хотя бы будут помнить, пока не забудут и не забьют на все это, и не пойдут дальше покупать свою сраную Call of Duty. До свидания, блять. Но перед тем, как вы скажете до свидания, сначала, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, на мой основной канал, если вам нравится, как я говорю, про видеоигры в течение какого-то времени. Вы также можете поставить мне лайк, можете поставить комментарий, можете зарепостить это дело куда-нибудь и сделать другие вещи, которые нагонят мне трафику и сделают меня немножко более популярным, потому что вы же меня любите, мои дорогие ублюдки, идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok